Дмитрий Новосадов Разработки игр чувствует себя сейчас, какие у него есть тенденции развития, и также немного поговорим конкретнее про игровые движки, и в частности про Unity, которые я рассмотрю чуть подробнее, и даже немножко дам вам такой мини-мастер-класс, как установить и начать работать с данным движком. Но чтобы понять, какова сейчас ситуация в игровой индустрии, нужно уйти немножко обратно в прошлое. Вот сейчас перед вами, вы можете видеть слайд, нашел такую интересную картинку, это история развития, тут больше, можно сказать, графики по поколениям, то есть совсем каких-то простых растровых изображений, вроде вот в 76-м году Space Invaders была такая игра, где вот были такие враги, до уже современных высокополигональных моделей, где мы уже можем про какую-то реалистичность говорить. Но на самом деле копнуть стоит еще глубже. Начнем просто, что такое игры. Вообще человечество играло всю свою жизнь, спорт, как выяснение каких-то конфликтов, или просто игры для развлечения, они с нами всегда. В частности, перед вами вы можете видеть вот силуэт основных каких-то видов спорта, которыми мы привыкли, которые популярны по всему миру, футбол, баскетбол, теннис и многое-многое другое. Но в частности, уже когда человечество научилось мыслить, интеллектуально развивалось, то появились уже более сложные концепции игр, такие, как вот вы можете наблюдать такой достаточно антикварный шахматный стол, и тут какие-то другие еще настольные игры, там можно было сверху играть. И карты, всем известный реквизит для огромного количества игр, и с картами будет связана еще одна забавная история. Одна из самых известных компаний по разработке игр Nintendo начинала свой путь в бизнесе как раз с разработки просто продажи карт. И когда в нашей жизни появились первые компьютеры, естественно, рано или поздно люди бы научились использовать цифровизацию и новые возможности для того, чтобы развлекать себя. Но первые компьютеры, если кто не знает, особенно наши более юные зрители, выглядели вот так, как вы видите у себя на картинках, это были огромные комнаты, которые занимали целые этажи научно-исследовательских институтов. Ими было тяжело управлять, это требовало особого образования, и, естественно, они были не персональные. То есть сейчас мы часто используем аббревиатуру ПК, персональный компьютер, тогда ни о какой персональности, естественно, речи не шло. Но уже даже в те времена первые студенты, возможно, этих университетов или преподаватели, которым хотелось какого-то разнообразия, кроме как подсчета каких-то больших важных научных данных, начали создавать вот такие вот первые проекты. Перед вами вы можете видеть пример такого тенниса и игра, которая называется Space War, то есть космическая война. Они в качестве графического интерфейса использовали, как вы видите, осциллографы, но это уже полноценные были игры, в которые можно было поиграть, их передавали там друг другу и так далее. То есть это такие самые-самые первые компьютерные игры. Дальше уже эта индустрия начала развиваться очень стремительно, и появились такие хиты, как вот Pong, с левой стороны вы можете наблюдать. Это когда две ракетки, и по факту это даже, может быть, одна из первых мультиплеерных игр, где можно было сыграть друг против друга. И также огромное распространение получили игровые автоматы. То есть вот справа вы можете тоже наблюдать один из примеров таких игровых автоматов, правда более поздний. Они стояли там в торговых центрах, в каких-то местах притяжения людей, и люди с удовольствием играли, платили за это там какие-то небольшие деньги и приобщались тоже к этой культуре игр. И первые компьютерные игры, их было огромное разнообразие, то есть люди пробовали разные механики. То есть здесь вы можете видеть пример первого проекта от первого лица, то есть как шутер от первого лица, где был лабиринт, и какая-то уже трехмерная, где можно было походить налево, направо и так далее. Pac-Man — это классический пример проекта для консоли Atari, то есть все наверняка его видели. И Space Invaders справа — это вот там, где вы от космических захватчиков отстреливались за какой-то танк или корабль. С правой стороны можете наблюдать. И это гигантское разнообразие и бум вот этих всех разработок. То есть каждая компания понимала, что здесь есть большая перспектива. Они начинали вкладывать деньги в разработку, выпускать все новые и новые игры, в том числе по франшизам. То есть выходил какой-то фильм, и сразу к нему продавали игру, потому что это стимулировало продажи. И в конце 70-х, в начале 80-х годов случился кризис так называемой игровой индустрии, когда производство игр стало настолько огромным, что потребители просто отказывались брать продукцию, потому что не все игры были качественными, какие-то были буквально недоделанными, их выпускали, зная, что там через месяц уже можно будет сделать новую и покрыть все расходы. И вот самая такая, наверное, известная картинка — это захранение картриджей для консоли Atari 2600 с игрой по фильму «Пришелец», по-моему, E.T., который назывался. Вот они там захоронили практически промышленную партию этих игр. Это до сих пор такой очень интересный факт, который многие вспоминают, когда говорят про то, какой путь прошла игровая индустрия. Эксперименты были не только неудачные, но и более удачные, например, появлялись в какой-то момент более удобные элементы управления, то есть это джойстики. Вот на правой картинке вы можете наблюдать уже привычный нам джойстик, которым можно управлять по нескольким осям. Но консоли, именно вот устройства для игры, все еще представляли из себя какое-то гигантское разнообразие. Люди играли, естественно, на уже компьютерах персональных, которые к тому времени начали появляться, то есть компьютер, который стоял дома или где-то хотя бы на работе, но не занимал там целые этажи. И даже появлялись вот такие вот специальные устройства, специально придуманные для игр. В будущем их назовут игровыми консолями. Они тоже были, вот у кого-то была клавиатура цифровая, у кого-то там были клавиатуры, чтобы печатать. В общем, разнообразие было гигантское. Вот. И в конце мы пришли к тому, где мы находимся сейчас, то есть более классическому варианту ПК, персональный компьютер, на котором люди и работают, и играют иногда. И консоли, вот как на экране началось со Sotari 2600, и вот последняя буквально свежая PlayStation 5, которая вышла вот совсем недавно, и до сих пор еще тяжело ее найти в продаже, чтобы приобщиться. Игры сами по себе тоже не стояли на месте. Одна из первых таких выстреливших игр, ставших просто невероятным мировым хитом, это Super Mario Bros., вы видите на своих экранах. Первый такой успех, один из первых успехов компании Nintendo, как раз та, которая начинала с карточных игр. И GTA V, как пример, я взял просто потому, что, ну, это игра, о которой знают все, которая уже, там, 10 лет почти на вершинах продаж, у которой гигантский бюджет, но которая достойна внимания к себе, и которую по достоинству оценили многие люди, любят, до сих пор играют в мультиплеер, и ждут уже потихонечку новую часть. Или, например, эволюция шутеров таких больше, пример Wolfenstein 3D, этот считается одним из первых таких прям полноценных шутеров от первого лица, который разработан был компанией ID Software, насколько я помню. И Fortnite — это вот главный хайп, наверное, последних там 3-4 лет, когда кооперативный зомби-выживастик от Epic Games с добавлением в него батл-рояль режима стал просто каким-то феноменом. Сейчас каждый хоть раз в жизни, наверное, запускал Fortnite, пробовал играть либо с друзьями, либо сам. В общем, знает, что это такое. Сама индустрия, то есть как бизнес, тоже на месте не стояло. Вот здесь перед вами слева график, если вот кому-то интересны более сухие цифры, то вот здесь с 2012 по 2016 год представлен рост мирового рынка игр, то есть сколько денег крутится в этой области. И вот на 2016 год было 95,2, я отметил. И вот отдельно добавил, что в 2020 году это уже была сумма в 174,9 миллиардов долларов. То есть это огромная-огромная индустрия, огромный бизнес. И вторая картинка, которая справа, она как раз показывает, почему это случилось. Потому что вот по свежим исследованиям 2,7 миллиарда человек являются так или иначе игроками в компьютерные или какие-то другие виды интерактивных развлечений, компьютерных игр, там мобильных и так далее, на консолях. То есть это, учитывая, что у нас всего там 7-8 миллиардов, 2,7 из них — это очень большое гигантское количество людей. И поэтому во многом этот рынок так вырос из-за обилия мобильных проектов, которые очень успешны в экономическом плане, но и просто людей, которые взрослеют и сразу начинают играть, или те, которые приобщаются к играм уже более позднем возрасте, просто растет, потому что на это уже все везде повсюду, тут отрицать это, наверное, никто не сможет. И про мобильные игры я уже начал. Скажу еще пару слов. Мобильный рынок в последние годы, вот буквально несколько лет, это какой-то взрывной бум. Во-первых, у всех, у каждого сейчас уже есть смартфон, который он может в любой момент скачать себе из там Apple Store или из Google Play любую игрушку, позалипать на вечер, либо какую-то более серьезную игру. Там кто-то играет в, попытается там логические какие-то головоломки решать, кто-то в шахматы играет. В общем, для каждого найдется какая-то игра, которая будет ему интересна. Поэтому мобильный рынок сейчас на подъеме, и он будет таковым, я уверен, всегда, пока не придумают какой-то новый способ коммуникации, с помощью которого тоже можно будет играть. Ну, пока вроде этого не предвидится. И киберспорт я тоже решил отметить. Вот справа вы видите кадр с чемпионата по Counter-Strike. И команда Na'Vi, которая прямо сейчас на экранах, она вот совсем недавно выиграла чемпионат призовые в 600 тысяч долларов. То есть огромные деньги крутятся в том числе и в киберспорте. Все больше университетов открывают факультеты киберспортивные. Все больше в количестве школ. Там начинаются какие-то движения к тому, чтобы признать киберспорт официальной дисциплиной, возможно, проводить какие-то официальные государственные соревнования. В общем, мы семимильными шагами двигаемся к тому, что киберспорт действительно уже скоро станет частью нашей жизни. И киберспортсменов будут также любить. Они уже, в принципе, звезды мировой величины, а будет еще сильнее. И в итоге, когда мы знаем, какой путь прошла индустрия, что она представляет из себя сейчас, что это огромное-огромное количество компаний, разработчиков, маркетологов, то есть целая индустрия. Кто же все-таки эти игры разрабатывает, чтобы мы могли сесть поиграть? Кто делает этот продукт программный, который мы можем скачать, открыть и поиграть? Не зря я... Вот у вас перед экраном сейчас вы можете посмотреть. Это картинка, это вот в таких вот, не знаю, как это назвать, дизайн-документ, наверное, рисовали первые уровни для Super Mario Bros. игры, той самой, которая принесла Nintendo огромную известность. Здесь просто геймдизайнеры, это те люди, которые как раз занимаются не программированием, там, не какими-то техническими вопросами, а занимаются созданием уровней, придумыванием, прототипированием, там, концепции рисуют и так далее. Вот они на таких вот тетрадках, клетчатых бумажках рисовали по клеточкам, прям раскрашивали, там вот справа есть, если вы приглядитесь, Color Variation, то есть это вы можете... Какие у вас цвета есть в наличии, какими вот вы можете закрасить, чтобы потом программисты по этим тетрадкам перенесли это все вот в вашу игру. И следующий шаг, делаем небольшой шажок вперед, на самом деле довольно большой, и видим интерфейс уже современного игрового движка. В данный момент это на экране у вас Unreal Engine 4. И здесь по факту, если так вот не вдаваться в детали, разработчик делает то же самое, он видит перед собой свой будущий уровень, хотя он уже видит его непосредственно в движке, и проектирует его, ставит вот в данном случае дом, двигает или что он там делает. В общем, занимается теми же самыми вещами, проектирует свою будущую игру, в которую потом будут играть люди. И вот тут можете, самые внимательные из вас могут сказать, как-то мы так пропустили от того, что на тетрадках рисовали уровни, до того, что вот у нас есть уже там полноценные какие-то движки, что-то они там делают. Зачем? Что такое движки? Перед вами картинка, тоже нашел я ее, здесь далеко не все, но я вот попытался найти картинку, в которой большинство из современных, таких актуальных на данный момент движков были представлены. Это прежде всего Unity, Unreal Engine, CryEngine. Вижу здесь еще Godot Engine, Gamebrew тоже вижу. В общем, здесь много хороших действительно движков. Но зачем они в принципе нужны? Почему нам просто, как в старые добрые времена, не сесть и не начать запрограммировать себе простую физику какую-то, нарисовать какую-то простую графику и, собственно, довольствоваться этим? До сих пор, да, действительно, многие компании так и поступают, но с каждым годом все меньше и меньше таких становится, потому что использование все-таки профессиональных движков, оно существенно упрощает жизнь. И сейчас мы, собственно, поговорим, почему так происходит. То есть нужны ли движки? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала задаться немножко другим вопросом. Что же такое движки? Вот прямо сейчас я постараюсь ответить вам на этот вопрос. Представьте, что какая-то компания вот в те великие старые годы, когда игры постоянно выпускались новые, люди искали какие-то новые концепции, еще не было какой-то устаканенной моды, жанров и всего прочего, разработали какую-то игру хорошую, всем понравилась, хорошо продалась. И стал вопрос, чтобы, например, сделать вторую часть. Естественно, часть кода, которая была использована в первой игре, часть наработок там по графическому дизайну будут использоваться в новом проекте тоже. И со временем появлялись такие вот программные продукты, которые в себе сочетали грамотно сразу несколько разных свойств, которые позволяли существенно упростить разработку игр. Например, работа с файловой системой, то есть у вас сразу в проекте есть все ваши файлики из этого проекта. Работа непосредственно со сценой, то есть когда вы, вот опять же можете обратить внимание на картинку, когда вы уже можете посмотреть примерно, как у вас эта игра в будущем будет выглядеть, даже и поиграть можно, сразу протестировать. Вот, и различные другие. То есть вам уже не нужно задумываться, как у вас игра будет общаться, условно говоря, с видеокартой, с процессором, как вы будете обрабатывать ввод с клавиатуры или с джойстика, то есть с теми вот этими более глубокими техническими моментами, которые могут быть достаточно сложны для тех ребят, которые, ну и только ребят, людей в принципе, которые первый раз там знакомятся с движком. Вот все вот эти моменты, движки позволяют их избежать и сразу приступить непосредственно к созданию игры внутриигровой логики, то есть как вот она должна выглядеть в вашем представлении. Вот вы хотите создать игру, и вот вы можете, сев за движок, немножечко, сразу потихонечку можете начать делать именно то, что вы хотите. У каждой компании сейчас в современном мире, у крупной, есть свой движок, который она использует, на котором делает свои проекты, который модифицирует по мере необходимости. Про некоторые из них мы сейчас поговорим. Вот, но если вот давать какое-то общее определение, то движок — это такой комплекс программных средств, который в себе содержит сразу много различных подсистем. Работа с анимациями, работа с графикой, создание внутренней игровой логики, настройка там, освещение, всего-всего-всего-всего. То есть то, что нам пришлось бы, если бы мы сами с нуля начали бы продумывать каждый вот этот элемент с нуля, в движке уже многое из этого за нас сделали. Нам только нужно взять эти инструменты и воспользоваться им грамотно, чтобы наша игра, она была интересна и поиграть, и посмотреть на нее. Немножко про популярные движки, которые сейчас используют компании. Компания Rockstar, которая выпускает у нас GTA, которая выпускает Red Dead Redemption, и еще там несколько проектов недавно было. В основном это GTA и RDR, вот последние. Она использует движок Rage. Это их собственная разработка. Они внутри компании его модифицируют, никого особо к нему не подпускают. То есть поработать на нем обычный человек не сможет. Но я уверен, технологии там очень-очень продвинуты, и это можно, собственно, судить и по графике, и по тому, насколько качественные эти игры получаются в итоге. Компания Valve и их движки Source и 2 Source — это игры, как правило, соревновательные. То есть это Counter-Strike GO на ваших экранах и Dota 2. У них политика немножко более спокойна. Они позволяют на их движке делать различные модификации. Сама Counter-Strike когда-то была модификацией для первого Half-Life'а. Dota тоже была модификацией, правда, для другой игры от компании Blizzard. В общем, вот они используют тоже Source. Уже чисто теоретически можно пощупать, попробовать, но это сделать несколько тяжелее, чем вот некоторые, про которые мы будем говорить дальше. Electronic Arts — их движок Frostbite. Тоже внутренняя их разработка, мало кто может с ним поработать. Это игры такие, как Battlefield, FIFA и вот все от них далее. Ну и переходим к самому интересному. Epic Games и их Unreal Engine. Fortnite, я думаю, в представлении не нуждаются. Каждый, мне кажется, кто сейчас смотрит это видео, хоть раз либо слышал, либо, я думаю, запускал и пробовал играть в Fortnite. Это разработка самих Epic Games. А вот Mortal Kombat, кто-то может сказать, это же не разработка Epic Games. Что здесь делает Mortal Kombat? Так вот, Mortal Kombat тоже построен на Unreal Engine 4, но благодаря тому, что Epic Games, компания, которую этот движок разрабатывает, лицензирует этот движок, то есть она позволяет пользоваться этой технологией. Другие компании, которые платят самой Epic Games определенные там роялти, отчисления, и им хорошо, не надо с нуля все делать, и Epic Games зарабатывает тоже за свой труд получать деньги. И особый, особый стоит вот в этой всей пляде движков, которые мы сейчас обсудили, особый путь у Unity. Почему особый? Потому что Unity — это тот движок, который, разработчики которого сразу делали акцент на мобильные игры. То есть они, по-моему, в 2000, сейчас боюсь соврать с датой, но достаточно рано выпустили первую версию движка, который позволял разрабатывать под iOS, то есть под iPhone. И поэтому очень огромное количество игр именно в мобильном сегменте сейчас сделаны с помощью Unity. И вы наверняка тоже хоть раз наблюдали, когда скачиваешь там игру с Apple Store, и там вот эта плашка Made with Unity или какие-то другие. Но не только. Мобильными играми Unity славится. Вот скриншот, который повыше, это Escape from Tarkov. Один из проектов русских, кстати, разработчиков из Питера, насколько я помню, они делают на Unity уже несколько лет. Такой хардкорный шутер с симуляцией, там прям каждая пушка проработана, можно все навесить. Очень сложная система, очень классная. Сделан с помощью Unity и графика, и все там на высоте. Поэтому многие думают, что Unity — это такая технология, движок только для мобилок. Нет, не только. Тут смотря, какая цель, какая цель у разработчика, какую цель он преследует. Вот. И вот мельком я уже про мобильный рынок сказал. Теперь надо чуть-чуть поподробнее про это. Мобильный рынок — это огромная, гигантская индустрия, которая приносит тем, кто разрабатывает игры для телефонов, какие-то баснословные деньги. Вот вы можете, опять же, слева видеть какие-то проекты. Наверняка кто-то из вас хотя бы раз в один из них играл. На телефоны портируются старые большие проекты. GTA там мы видели, какие-то еще там, ну, серия GTA. Насколько я помню, еще что-то от Night of the World Republic, по-моему. То есть по Звездным Войнам какие-то старые культовые игры тоже переносились. И вот справа я просто ради примера взял игру такую Color Bump. Это игра, которая, например, лично мне на протяжении последних несколько лет вот подобного рода игры, очень простенькие, с простой графикой, с какой-то там элементарной механикой, вроде там влево-вправо, либо там что-то там надо разрезать. Такие простые игры, они быстро создаются, но они вот у меня всегда в рекламе в Инстаграме на протяжении там нескольких лет всегда попадаются. Вот. На них тоже их делать достаточно просто. И компании их выпускают прям пачками в надежде, что какая-то выстрелит. Но это при этом все это, если она выстреливает, она приносит большое количество дохода и окупает разработку себя и еще много-много подобных тех, которые не выстрелили. Поэтому мобильный рынок — это тоже очень интересный, очень сильно развивающийся и продукт, который будет с нами, я думаю, очень долго. И вот тут как раз-таки встает вопрос, а как попробовать? То есть если какой-то человек сейчас заинтересовался, говорит, да, я хочу там делать игры, всегда мечтал, всю жизнь играл, но вот хочу попробовать что-то свое, у меня есть идеи, я хочу их реализовать. С чего ему начать? Во-первых, он не может прямо сейчас пойти в интернет, взять любой из понравившихся движков, которые я сейчас здесь представлял, например, Rage сказать, я хочу как GTA, поэтому я беру этот или нет. Они все принадлежат как интеллектуальная собственность тем компаниям, которые их разрабатывают. Но и многие компании, такие как Electronic Arts, например, и вот Rockstar, у Ubisoft свой движок, они тоже им особо не делятся, они используют эти движки только внутри своих компаний и не дают их в руки сторонним, только там по каким-то большим договоренностям. Например, Valve давала технологию Source для игры Epyx Legends, сейчас тоже довольно популярная, и Battle Royale, самая периодическая игра, очень круто выглядит, здорово играется. Вот технологию отдали, и этой технологией воспользовались очень грамотно. Но такие движки, которые вот именно корпоративные, вы попробовать не сможете. Другое дело, как я говорил с Unreal Engine, то есть другие компании пользуются им довольно частенько. Например, серия Batman, она Batman Arkham, она тоже на Unreal Engine построена, тоже довольно известна. Ну и Mortal Kombat, я уже упомянул, ну и многие другие. Есть движки, у которых модель распространения попроще, которые позволяют пользоваться собой бесплатно, обучаться на этих движках бесплатно, и только если проекты на данном движке, прибыль от этих проектов превышает определенную планку, для Unity это, насколько я помню, 100 тысяч долларов в год, то тогда мы действительно должны будем платить какие-то роялти в компанию Unity. До этого момента мы можем пользоваться практически всей технологией, все системы, всеми компонентами движка бесплатно учиться, и никто этому не препятствует. Более того, стимулируют, наоборот, выпускают всякие различные обучающие программы и, в общем, всячески способствуют того, чтобы как можно больше людей начали изучать игровые движки. С моделью распространения разобрались. То есть есть движки, которые бесплатные, есть движки, которые платные. И с чего же начать? Такой вопрос вот человека, который решился. Все, я хочу попробовать себя в этой индустрии, хочу что-то сделать свое. Есть у меня какая-то идея, сейчас буду делать. Вот здесь вот перед вашими глазами я вывел эмблемы таких наиболее, на мой взгляд, правильных движков, с каких стоит начать новичку, который до этого вообще никогда ничего не пробовал в этой области. Большая тройка, так называемая, это Unreal Engine, лидер рынка. Сейчас регулярно обновляется в 2021 году новая версия, нам обещают, в которой будет там Ray Tracing, который уже есть, но будет прям супернативный. Красота, графика, удобство, всем советую и так далее. А плюс с помощью Unreal Engine сейчас снимают кино, например, Mandalore, сериал недавно выходил, уже второй сезон, Disney снимает, а там все фоны, то есть фоны для актеров были не зеленка, как раньше, зеленый экран, а специальная проекция на LED-экраны, то есть движок рендерил картинку, ее выводили на такие гигантские телевизоры, размером там с целую стену, и актеры играли уже вот как бы в этой созданной виртуальной сцене, они просто представляли там, что вот здесь горы, не видя их. То есть так это позволяет существенно упростить процесс именно создания сериала, фильмов и так далее. Это вот Unreal Engine. Ну и игры с помощью него тоже отлично получаются. Вы наверняка хоть раз слышали, ну и про Fortnite уже в десятый раз упоминаю. Шедевр, легенда, индустрия очень долго, я думаю, останется навсегда, все будут помнить, какой фурор он произвел. Unity. Шикарно для мобильных устройств, то есть если вы интересуетесь рынком мобильных игр, то Unity это ваш выбор, но если хотите какой-то большой проект, Unity все-таки все еще отличный выбор, потому что как первый движок или как второй, он идеально подходит, он довольно строгий, грамотный, все находится примерно там, где вы ожидаете, но бывают какие-то моменты неудобства, но в целом привыкаешь, неплохо работается. Я люблю Unity очень сильно, работаю с ним вот параллельно с Unreal постоянно. CryEngine — это вот такой глаз, который в первом ряду справа. Это разработка компании Crytek, которые выпустили первый Crysis, второй Crysis, третий Crysis, первый Far Cry, и какие-то еще у них проекты недавно были, я, к сожалению, не ознакомливался. Это хороший движок CryEngine, он позволяет добиться почти фотореалистичной графики, он достаточно интересен, там можно делать очень красивые шутеры, но у меня с ним в какой-то момент возникли небольшие проблемы, потому что новые обновления, которые выходили, они не совсем корректно работали вот с проектами, которые в более старых версиях, и ломали там некоторую логику, и в общем неудобно было работать, поэтому на данный момент я вот лично с CryEngine не работаю, но тем не менее в качестве просто попробовать, посмотреть, пострелять отлично подходят. Основные принципы работы с движками поймете в нем, как и везде. Godot — это относительно новая разработка, по-моему, логика там пишется на питоне, поэтому многие, кто любит этот язык программирования, обращают как раз-таки свое внимание на этот движок. В нем немножко я работал, ничего плохого сказать не могу, чтобы сказать что-то хорошее, прям удобное, нужно немножко больше времени потратить, я вот сейчас в процессе тоже изучения его нахожусь. Ну и Construct 3 — это очень хорошее решение, движок для создания 2D-проектов, то есть платформеров, каких-то игр с видом сверху, стратегий каких-то простейших. То есть если вы интересуетесь именно такими жанрами, то Construct, он существенно упростит вам разработку именно таких проектов. Такие проекты в других движках будут делать немножко вам сложнее. С чего начать разобрались? Выбираете, смотрите скриншоты, читаете отзывы любого из этих движков, и в принципе любой выбор будет вполне себе, оправдает себя. Единственное, по комьюнити еще скажу, то есть комьюнити — это то, какое количество людей активно пользуются движком, сидят на форумах, помогают с какими-то вопросами и так далее. В юнити комьюнити просто огромное. Там большой ассет-стор, где вы можете брать модельки, скрипты, если вам вдруг не хватает каких-то своих знаний, либо вы не умеете моделировать, например, как я. То есть я модельки всегда беру со стороны. Вы всегда сможете везде, там практически на любом ресурсе, задать какой-то вопрос вас интересующий, и найдется человек, который знает юнити достаточно хорошо, чтобы вам подсказать. Это регулярно происходит, поэтому вот именно люди, которые работают с движками именно в контексте юнити, очень сплоченные, дружные, всегда вам помогут, если что. С Unreal Engine такая же история. Единственное, там магазин приложений, не приложений, а ассетов, то есть тех объектов, моделей, которые вы можете в игру себе забрать, немножко поменьше, зато качественнее. И плюс раз в месяц они раздают еще бесплатные там ассеты на много-много тысяч рублей, которые вы можете навсегда себе забрать, и, может быть, они там не пригодятся никогда, может быть, именно их там не будет хватать в вашем проекте, который вы через пару лет будете делать. С CryEngine похуже, с Godot, пока комьюнити только начинает пробуждаться, с Construct довольно неплохое. В принципе, тоже все, что вам всегда подскажут. Еще всегда, когда большое комьюнити, то это большое количество обучающих видео, видеоуроков, курсов. Собственно, вот я один из преподавателей в коде, которые ведут курсы по юнити, по анрилу. И вы всегда сможете найти какие-то статьи, которые вам могут быть полезны, видосы, и смотреть их, и совершенствоваться. И в качестве такой финальной части нашего сегодняшнего разговора я вам расскажу о том, как начать работать с движком на примере юнити, потому что меня попросили рассказать немножко побольше про юнити. И вот как раз я проведу такой мини-мастер-класс. Просто покажу вам, вот если прямо сейчас вам захотелось взять, скачать и что-то попробовать сделать, какие шаги вы должны будете предпринять. Итак, первое, что вы должны сделать, это зайти на сайт, который называется unity.com. Вводите либо прямо напрямую в команду строку, не в командную, в поисковую, либо через Google, Яндекс, неважно, везде он найдется, практически сразу заходите на сайт, и там такая синяя кнопочка начать. Когда вы ее нажимаете, вы переходите вот в такую вот вкладку, которую можно сначала испугать, это тарифы и цены. Что это вообще такое, какие цены, какие тарифы? Это вот как раз то, про что я говорил чуть ранее. Вы выбираете физическое лицо и персональную версию, на которой как раз таки так прекрасно написано бесплатно, потому что она бесплатная, потому что как раз таки unity разрешает ей пользоваться. Остальные все для студии, там уже немножко другие условия, нас пока это не касается, поэтому качаем бесплатную версию. Вас вот на такое окошко перенаправят, начните творить с unity, и здесь новые пользователи могут загрузить unity. Не просто чистый движок, а движок, в который установлены еще различные обучающие программы от самих unity. Они достаточно интересные. Если вы прям совсем-совсем первый раз имеете дело с движком, советую скачать, вот нажать эту кнопку, которая синяя такая, начните здесь, и скачать то, что они там предлагают попробовать. Но я обычно всегда нажимаю вот там, куда указана стрелочка, перейдите по этой ссылке, и попадаю на вот такое вот окошко скачивания, где я соглашаюсь со всеми там правами и прочим, и нажимаю Download Unity Hub. Unity Hub — это такая программа, которая в себе содержит движки и ваши проекты. То есть движков, может быть, у вас установлено несколько, проектов у вас тоже, разумеется, может быть, очень много. Всех их надо где-то хранить, поэтому Unity Hub, он вот предназначен для того, чтобы как бы собирать в себе все проекты и движки. Выглядит эта программа примерно так. То есть когда вот она у вас с сайта скачается, вы ее установите, это обычный экзешный файл, устанавливаете, получаете вот такое вот окошко, где вам необходимо перейти на вкладку Installs. Вот слева такая у меня стрелочка, которая указывает на вкладку Installs. И дальше нажать такую большую кнопку Add, то есть добавить новый движок, установить новый движок, с которым вы будете работать. Появятся два таких окошка. В первом вы выбираете, какую версию движка вам нужна. Я советую те версии, на которых написано LTS в скобках, то есть это длительная поддержка, значит, что большинство проблем внутри них уже устранены, какие-то ошибки, которые могли быть найдены, уже были найдены, стабильные самые версии. Можно поновее брать, вот там 20-й версии, но в них могут быть какие-то баги незначительные или вещи, которые, ну, вам могут быть там непонятные и так далее, то есть не отполированные. Ставите модули вот справа, там, если вы хотите под телефоны, вот я поставил на скриншоте Android Build Support, то есть чтобы попроще собирать свои проекты для Android телефонов. Ну и дальше нажимаете Next, и у вас после некоторой загрузки и установки появится вот такое вот окошко с версией движка. Это значит, что все, движок у вас установлен, вы можете в нем работать, и время создать свой первый собственный проект. Вот так вот он выглядит. Опять же, обратите внимание, слева вкладка Projects я нажал. При первом запуске, естественно, у вас будет здесь, проектов здесь у вас не будет. У меня же здесь уже есть какие-то определенные там спейс-шутеры, тесты и так далее. Я могу нажать New в правом верхнем углу, то есть когда вы просто первый раз открываете, вы нажимаете New. Так, секундочку. Да, нажимаете New, и там вам будет предложено выбрать название и папку расположения, нажимаете Next и попадаете непосредственно в движок. Естественно, все у вас будет выглядеть не совсем так, как сейчас у меня на вот этой картинке, но я решил, что в конце вот нашего сегодняшнего разговора будет не лишним все-таки рассказать вам совсем чуть-чуть про интерфейс, потому что интерфейс — это всегда то, с чем первым знакомится человек, когда начинает работать с какой-то новой программой, будь то, неважно, там, программа для видеомонтажа, или программа для моделирования, или программа для, там, создания других программ, то есть какие-то IDE, всегда все равно, каждый из них требует изучения, где какие кнопочки находятся, куда нажимать и так далее. Вот при первом запуске Unity у вас будет примерно вот такое же расположение окон, я их разными цветами повыделял здесь, только не будет самой вот этой игры, которая у вас перед глазами, с шариком, с часами. Это простой прототип, который мы делали с ребятами на наших занятиях. Вот, это как бы игра, где ты управляешь мячиком, джойстиком, и нужно дойти до конца, до финиша за определенное время, не упав с платформы. Очень простая игра, единственное, мы здесь все пишем полностью с нуля, все скрипты, все модельки ищем сами, то есть это не просто, что мы где-то взяли готовый скелет игры и просто там свои текстурки навесили, нет, здесь вся механика, повороты камеры, все-все-все написано. Мною и ребятами с нуля. И вот сейчас мы поговорим про интерфейс. Unity — это профессиональная программа, то есть это профессиональный инструмент, в нем большие студии в том числе делают свои проекты, поэтому интерфейс изначально может показаться слегка перегруженным, очень много цифр, непонятно куда что смотреть, иконки и прочее, прочее, прочее. Я для вас специально разделил все пространство вот этого вот поля для разработки на несколько зон, которые мы сейчас рассмотрим. Прежде всего обратите внимание на нижнюю зону, которая с зеленой рамкой выделена и на которой написано «ассеты». Вот эта зона, это окно называется «проджект», то есть там хранятся все ассеты, которые вы используете в своем проекте. Что такое ассеты? Вот там белая надпись «ассеты» в скобках «assets» английская. Ассетами называются все ресурсы, которые использует данная игра, которые в нее загружены. Это картинки, видеоролики, модельки, текстуры, звуки, скрипты, шейдеры, все что угодно, все что может прийти в голову, там текстовые файлы какие-то, шрифты — это все ассеты. То есть это может быть в принципе любой объект, который вы можете использовать в игре. Сами ассеты, попадая в проект, они увеличивают его вес, но в принципе никак не участвуют в игре. То есть у вас может быть там 10 видеороликов лежать в проекте, он может быть много весить при этом, но в игре непосредственно не использоваться. Вот так делать не стоит, поэтому все ассеты, которые вы используете, загружайте с умом. Вот у меня внизу вы видите мячик, который впоследствии использован на сцене, это значит, что я его не просто так туда положил, а впоследствии использовал. Вот, то есть иногда бывает так, что наверняка кто-нибудь из вас слышал такие новости, что там в коде GTA 5 был найден там какая-нибудь новая машина, указание там моделька новой машины или нового оружия, которое до этого в игре не использовалось. Вот это ровно потому, что в ассеты уже было все добавлено, а непосредственно в игру еще не успели, либо решили не добавлять. Это окно Project, зелененькое внизу. Дальше. Как только ассет какой-то попадает непосредственно в игру, он попадает на сцену. Вот синяя такая рамка прямо посередине. Это сцена игры. Это окно разработчика в мир своей будущей игры. Он может там летать, с разных ракурсов смотреть, объекты передвигать, все там выстраивать взаимное расположение. Это вот то, через что мы, собственно, ведем непосредственно разработку. И вот там уже все объекты, которые присутствуют на сцене, они действительно участвуют в процессе. То есть платформа, по которой едет шарик, вот этот вот космический скайбокс, его тоже видно в игре. Вот эти часы, которые время прибавляют все, они здесь уже участвуют и непосредственно в игре либо помогают, либо мешают. И называются они игровыми объектами. И вот тут мы обращаем внимание на окошко, которое слева желтым таким выделено, где написаны игровые объекты. Так вот, игровые объекты — это уже те объекты, которые непосредственно в игре присутствуют. И это вот стены, игроки, оружие, вот все-все-все-все, что непосредственно в игре вы видите и можете там потрогать, взять, при взаимодействии, все это игровые объекты. Они вот слева списком все обозначены. Вот все, что у меня есть в игре, слева я могу в списке тоже вычислить, посмотреть, где он находится и так далее. И последнее окошко, но не самое… последнее по очередности, не последнее по значимости — это окошко инспектора. Оно находится справа, красная рамка, и написано там «Свойства». Так вот, это свойства объекта. Какие… какие свойства есть у этого объекта? Симулируется ли у него физика? Какой у него внешний вид? Где он находится? Видимый он, невидимый? Есть ли у него коллизия? То есть, можем ли мы с ним столкнуться? И многое-многое-многое другое. То есть, по одной… в будущем, по одному взгляду, по окошку свойств вы можете узнать про этот предмет, про этот игровой объект, практически все, что угодно. Вот это вкратце то, с чем вы столкнетесь при первом запуске. То есть, мы с вами проработали, как вы скачаете этот движок, как вы его откроете, и первые, так сказать, впечатления, окна, которые вы можете увидеть при первом запуске. Дальше уже идет работа с игровыми объектами, создание первых сцен, создание первых скриптов, то есть, игровой логики, как это все взаимодействует друг с другом, работает, и дальше уже геймдизайн, как сделать так, чтобы играть в это было интересно, а не только возможно, да, чтобы еще какой-то челлендж предоставлялся. Вот. И сборка готового проекта. Вот это все, в принципе, то, чем мы занимаемся у нас в коде на курсах по разработке игр, в том числе на Unity, на Unreal Engine, на любом движке, который вам интересен, если у нас есть такие курсы, то на любом из них вы пройдете все эти этапы от идеи до конечного продукта, и так несколько раз там на протяжении всех модулей. Дальше. Никакая игра не бывает без тестирования или без тестировки. Вот там сверху вы видите стрелочкой, что я нажал кнопку play, и в окошке game, который прямо рядом со сцены, я могу прямо поиграть в проект, который я вот буквально только что собирал из различных там элементов. Тоже очень удобно, позволяет сразу выявить какие-то баги, неприятности, может быть, что-то где-то не работает. Подправить, подкрутить позволяет тестировать очень просто. Вот. Ну и в заключении советы, которые я хочу дать тем людям, которые заинтересовались и которые решили, что, да, хотят попробовать себя в игровой индустрии, начать разрабатывать игры, возможно, писать к ним сюжеты и так далее. Какой бы вы ни выбрали движок, всегда путь у вас будет примерно один и тот же. Первое — это изучение каких-то материалов. То есть это могут быть какие-то видеоуроки в интернете, это могут быть курсы, как, например, в коде. Это может быть ваш личный опыт, просто скачали движок и начали что-то делать самостоятельно. Как раз-таки скачивание движка тоже — это обязательный процесс. Без этого никак. Если вы посмотрите очень-очень много видео, вам даже будет все понятно, без практики, без того, что вы сами не попробуете сделать все то же самое, что вы видели на видео у себя на компьютере, без этого прогресса такого хорошего, быстрого не будет. Вот. Какой бы вы ни выбрали движок, смотрите материалы, развивайтесь, пробуйте делать что-то свое, собирайте какие-то небольшие проектики, которые потом вы сможете положить в свое портфолио, и, например, когда вы уже будете устраиваться на работу в игровой индустрии, вы сможете предоставить их, и будет очень классно. У вас будет весь путь вот от каких-то простых до более сложных вещей, и вы сможете показать себя таким образом. Что еще важного? Вот про ассеты мы поговорили, про модельки, про звуки какие-то. Поиск ассетов вообще это одна из самых сложных вещей, поиск или создание. Поэтому если у вас еще параллельно есть какие-то таланты в области, например, 3D-моделирования или создания ландшафтов, или создания каких-то архитектурных домов, или мостов, или чего-то еще, то есть у вас есть какие-то дополнительные знания, которые вы можете применить при создании ваших проектов. Это тоже будет не лишним, это существенно вас забустит в этом плане, и вы будете иметь знания, которые там недоступны другим, кто тоже занимается подобными изысканиями в игровой индустрии. Поэтому прокачивайте свой мозг, пробуйте различные движки, приходите на наши курсы, там я и другие преподаватели расскажем вам все по полочкам, вот так же, как сегодня, только еще более подробно, с нуля, по каждому аспекту, от первого запуска до собирания готового проекта уже в экзешне, который можно запустить, увидеть вот это заветное окошко Made with Unity, и поиграть, скинуть друзьям, и двигаться дальше, изучать новые проекты, новые сложные механики, которые в движках есть. Вот, поэтому на этом, в принципе, наш разговор подходит к концу. Я очень рад, что у нас получилось поговорить, и я смог объяснить вам свой взгляд на то, на игровую индустрию, что она сейчас представляет, и как в ней начать развиваться. Надеюсь, что вы узнали для себя что-нибудь новенькое, вам понравилось. Меня зовут Дмитрий Новосадов, и я преподаватель Международной школы программирования коди. Спасибо большое. До свидания.